Отдых в Турции 2019. Это русское стадо баранов все сожжет. Путешествие. Туризм 25 июля 16.47. Отдых в Турции 2019. Это русское стадо баранов все сожжет. Туроператоры признаются в повторном использовании еды со шведского стола. Виталий Корюков. Комментарии в просмотров 41.716. Фото. Сергей Бобылев. ТАСС. За правила гостиничного бизнеса турецких курортов, похоже, зажрались на фоне очередного наплыва российских туристов. Интернет пестрит негативными отзывами о работе самых разных отелей и хостелов, расположенных по всему турецкому побережью от Черного до Эгейского и Средиземного морей. И львиная доля жалоб на питание в гостиничных курортных комплексах, на сокращение его объема, серьезное снижение качества, однообразный ассортимент и так далее и тому подобное. Так, например, совсем недавно из интервью главы Федерации ательеров Турции Османа Айека агентству РИА Новости мы узнали некоторые интересные подробности. Оказывается, в системе шведских столов, которые действуют в турецких гостиницах, некоторые продукты, по словам чиновника, используются по нескольку раз. У руководства отелей, рассказала Айек, существуют определенные правила, согласно которых происходит хранение ингредиентов для шведского стола. Однако, если это удается, ательеры постараются использовать некоторые виды продуктов по нескольку раз. Но это ни в коем случае не относится к скоропортящимся продуктам питания, заверил глава Федерации. И все же продукты с долгим сроком хранения циркулируют, то есть используются повторно. А вот с использованной тарелки гостиотеля ни в коем случае ничего не может быть использовано повторно, заверил чиновник. Все остатки еды с тарелок полностью выбрасываются в мусор. Вот уж свежо предание, а верится с трудом. Это то же самое, если заставить турецких ательеров работать себе в убыток и возвращать деньги постояльцам, если отдых им не понравился. Что китайцу хорошо, то русскому дорого, туристы из КНР становятся главными в мире. В казино Батуми сейчас скорее встретишь уроженца Пекина, чем москвича или петербуржца. Да и чего использовать, если в некоторых отелях ничего на шведских столах и нет. Из фруктов все две недели был только арбуз. Если, конечно, можно назвать его фруктом, пишет в своем отзыве Елена, отдыхавшая в трехзвездном отеле турецкого Кимера Кориэнд. Ресторан этот треш, столы грязные и липкие, тарелки и вилки такие же, возмущенно пишет пользователь. Фейд Макс, которому посчастливилось отдохнуть в Аланье в отеле. МС Парк Бич Резорт. Пять. Очереди еще раз очереди за всем. Бар отстой, колу дают в стаканчике 200 мл, бывает, два сразу не дают, приходится повторно занимать очередь. Пользователь Меган пишет, официант появляется лишь в 7.45, а завтрак начинается в 7 часов, и то только один на весь ресторан. Пару столов уберет, но потом понимает, что он один, и тоже куда-то пропадает. Столы заставлены грязной посудой. Бывают грязные тарелки. Менеджера ресторана надо менять, официанты не обучены и не справляются со своей работой. Садились в разные залы, но только один официант, обслуживавший ужин, более-менее справляется. А ведь Меган пишет не о хостеле, а о пятизвездном. В Анталии. Не меньшее разочарование получила от питания на отдыхе и Дарьи А.Ф., отдыхавшая с семьей в четырехзвездном Белроз Бич Хотел. В отеле поздно вечером, нас никто не встретил. Пришел парень, привел нас в номер, отдал ключи от номера и ушел. Мы, если честно, выпали в осадок. Никогда завтрак, ничто и где просто ничего не рассказал. Ужин нам не оставили, за который мы заплатили. На следующий день решили встать пораньше и пойти на завтрак. Тут тоже разочарование, есть почти нечего, какие-то непонятные салаты, овощи и глазунья. Про обед и ужин, если вы любитель мяса, вы будете плакать. Не подавали его ни разу. Рыбы тоже ни разу не было. Кстати, о мясе. Чувствуется, что долго заманивающие русских на свои курорты ательеры поступают так, как какой-нибудь чебуречник у нас в Сочи или в любом другом городе России. Поначалу он кладет в свою выпечку побольше мясного фарша, через некоторое время чуть поменьше. И, наконец, доходит до того, что мясо в чебуреке приходится искать, пока оно не попадается в виде маленького кусочка печеного фарша. К слову, всем вышеперечисленным россияне делились не когда-нибудь пять или три года назад. И даже не в прошлом сезоне. Это середина и двадцатые числа июля. То есть вот-вот, вчера, можно сказать. Но даже если говорить о сезоне 2018 года, то с тех пор ничего не изменилось. Вот пример. Путевку в отель. Авалон Бич Хотел. В Сиде для одной из молодых супружеских пар россиян помогло приобрести агентство «Радуга Тур», заверив молодоженов, что это четырехзвездный отель. Уже на месте турки их обрадовали тем, что на самом деле звезды три. А на поверку оказалось, что питание и житье оказалось не более, чем на две. Ассортимент мяса практически отсутствует. Фруктов и соков нет, сетуют россияне. Российских туристов отправляют в тюрьмы по приказу США, а Кремль молчит нападение на наших граждан за границей становится нормой, а заступить некому. А вот что пишет постоялеца другого турецкого отеля Мария, «Система все включеновая» имеет номинальное значение. Питаться пришлось в местных ресторанчиках, потому что местная столовая не соответствовала минимальным требованиям санитарии. Многие постояльцы жаловались на повсеместную грязь, ругались с персоналами из-за того, что номера не убираются. От третьих лиц мы узнали, что владелец сетеля сдает его в аренду неким людям, которые явно пытаются выжать из него все возможные во время курортного сезона. И ведь это не нулевые или 2010-е годы, когда Турция считалась в России эталоном курортного отдыха. Вот и ломятся россияне туда в зарекомендовавшую себя только с самой хорошей стороны лет 10 в опросительный знак 15 назад Турцию. А что получают? Отвратительное питание. Приехал значит, жри, что дают, и никуда ты теперь не денешься. А в результате разочарования, подпорченный отдых, пищевые отравления, убитое настроение и прочие сопутствующие плохому питанию и, соответственно, отдыху неприятности. В общем, полное наедалово. Или, как цинично бросил одному из недовольных едой россиян официант, когда его достали претензии туриста, это стадо баранов все сожжет, сказал на чистом русском, указывая рукой через окно на забитый туристами пляж. И почему-то кажется вполне реальным, что и в следующем сезоне они, турецкие пляжи, будут опять полные людьми и, в частности, россиянами. Ведь нам не привыкать, на своих курортах еще хуже встречают. Новости России. Аксенов рассказал о заметном росте турпотока в Крым.